Здравствуйте, у нас разговор сегодня про сети в Linux. Это не Python, это сети в Linux. Где у нас сети в Linux? Сегодня мы продолжаем разбираться с интерфейсным уровнем, потому что там еще много чего можно разбирать, и мы сегодня, как сегодня, увидим подавляющее большинство, я бы сказал, несравнимое большинство того, что можно сделать в Linux на интерфейсном уровне, мы даже не попробуем, даже не заглянем. Вот. Хочу попросить ограничиться высказывания исключительно в нашей тематике. Вот. Сергей пришел спрашивать, где ссылка на канал в Телеграме, она на сайте, на сайте лекций. Вот, вы увидите ее. Вот. Ну, собственно, после просьбы ограничиться исключительно тематикой нашей лекции, я, наверное, все-таки начну. Ну, потому что это все-таки лекционные материалы, которые потом выкладываются, лучше их не портить лишний раз. Да. Так вот, значит, мы в прошлый раз поговорили о том, как представлен интерфейс на уровне в Linux-системах, в сетях. Вот. И даже настроили какую-то простую сеточку между двумя машинами. Напоминаю, что, помните первую лекцию, картинку с голубем, напоминаю, что стек сетевых протоколов устроен таким образом, что на всем пути от приложения, которое, значит, отсылает данные к приложению, которое его получает и интерпретирует, происходит постоянное оборачивание частей данных, называемых, в общем случае, пакетами, но на разных уровнях у них могут быть разные названия, в пакеты более низкого уровня, потом еще более низкого уровня и так дальше. В частности, между интерфейсным и сетевым уровнем существует такая же совершенно точная инкапсуляция, то есть для того, чтобы переправить пакет от одного IP-адреса на другой, нам нужно выяснить, через какой интерфейс это надо делать, обернуть соответствующий IP-пакет в фрейм, имманентную этому самому интерфейсу, то есть для него предназначенный, перегнать по среде передачи данных этот фрейм на соседний компьютер, там, значит, его... Вот мы его завернули, там мы его распаковываем, смотрим в IP, выясняем, нужен он нам или нет, если он не наш, мы его должны маршрутизировать, мы отсылаем дальше, опять заворачиваем в Ethernet и так дальше. Вот так работает, собственно, маршрутизатор, это наша тема в следующую, в одной из следующих лекций. Но, в принципе, никто же нам не мешает. Да, вот, вот так работает маршрутизатор. К нам из Ethernet приехал какой-то фрейм, мы его разделили, нашли там IP, подумали, куда его перенаправлять, решили, что надо перенаправлять дальше, завернули в Ethernet и отправили по-другому Ethernet. Вообще говоря, никто не мешает вот эту часть просто опустить. Вот, потому что у нас есть вполне нормальный Ethernet интерфейс. Не обязательно Ethernet, мы просто будем сегодня тренироваться именно на Ethernet. Да, интерфейсная карточка. В этой интерфейсной карточке наличствуют какие-то фреймы, и мы, в принципе, можем заниматься тем, что перекладывать эти фреймы из одного интерфейса в другой, не обращая внимания на то, какой там протокол более высокого уровня. Совсем не обратить внимания на это нам не удастся, но, по крайней мере, ну, то есть мы это увидим, да, те инструменты, которые показывают трафик в сети, они нам показывают в том числе и это. Но, совсем мы не обратить внимания не удастся, но с точки зрения логической, то есть с точки зрения принятия решения относительно пересылки или не пересылки такого рода фреймов, вот тут мы можем вполне себе забыть про существование более верхнего уровня сетевого и сосредоточиться только на интерфейсном. Вот такой перекладыватель фреймов на интерфейсном уровне называется либо мост, либо хаб, я забыл, как это слово переводится на русский, кажется, коммутатор. Идея состоит в том, что вы из двух физических сред передачи данных, ну, реально два провода разных, два разных каких-то концентратора, вот это все, из двух физических сред передачи данных сделать одну среду передачи данных уровня интерфейсного, чтобы компьютер с одной стороны, вот, видел компьютер с другой стороны, а вот здесь вот у нас стояла линукс-машина, вот эта вот синяя штука, это тоже линукс-машина. Как если бы все эти компьютеры были объединены одним проводом, вот он-то в один коммутатор, и все такое. То есть мы сейчас будем делать коммутатор из нашей линукс-машины. Вот. А в действительности надо сказать, что именно так оно и происходит. Почти любой домашний коммутатор, вот любая мыльница, с которой вы работаете, с очень большой вероятностью, там стоит именно линукс, очень сильно урезанный, и он делает именно то, чем мы сейчас с вами будем заниматься. Значит, для того, чтобы работать в режиме простого ретранслятора, не нужно практически ничего. Нужно все карточки, которые у нас участвуют в вот этой коммутации, перевести в неразборчивый режим, чтобы не происходило фильтрация пакетов по мак-адресам, как это происходит в нормальном случае, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот. И написать некоторый софт, который бы брал и перекладывал из одного интерфейса фрейм, который там внезапно возник, во все остальные интерфейсы. Тупо-тупо это дело. Не вполне понятно, зачем такая функциональность на программном уровне Linux. В общем, она обычно нужна, если нам нужна потрясающе высокая скорость и потрясающе высокая производительность такого коммутатора, вот тогда, наверное, может быть, в нем будет смысл, но тогда это не Linux. Все будет из воина в железе. Егор спрашивает, можно ли залезть в эту мыльницу хотя бы до командной строки. В любую можно. Вот. Иногда там командная строка не очень, не очень, не очень шел, а какой-то специальной программы, которая, значит, что-то, что-то там делает. Иногда это прям шел. Вот. Туда можно прителнетиться на очень старые машины, присыхаться на очень, на более новые. Короче говоря, если вдруг у меня будет время, я даже покажу такую штуку. Вот. Но не ждите от этого никаких чудес, потому что, как правило, мыльницы, работающие мостами или коммута, ну, скорее всего, мостами, набиты таким, я бы сказал, целевым, одноразовым программным обеспечением поверх Linux, которая решает совершенно конкретные задачи, вот, а не конкретные, не решают. И попытка туда вмешаться руками может кончиться тем, что вы помешаете работе вот этих вот, вот этих вот, кусков кода, значит, они администрируемых, потому что они уже куски кода. Вот. Есть разные свободные операционные системы на базе Linux типован VRT или Embedian, которые можно попробовать поставить на эту вашу мыльницу, если в ней нету уж совсем страшных блокбов, в смысле, страшных железок, которые требуют блокбовых драйверов, но это бывает часто. Вот. И вот тогда, действительно, на ней можно немножко порезвиться, на этой самой мыльнице. Если кому интересно, это, в общем, решаемая задача, вопрос в том, для чего. Мне кажется, исключительно для фарма. Вот. Значит, как я уже сказал, по всей видимости, функциональность хаба от программной реализации какого-то коммутатора на уровне интерфейсном не нужна. Вот. Поэтому давайте подумаем о том, а что нужно на уровне не просто тупой трансляции, а на уровне того, что называется мост. И тут выясняется, что на уровне организации моста нужно, в общем-то, очень многое. Понятное дело, что у нас все карточки находятся в неразборчивом режиме, потому что мы перекладываем из интерфейса в интерфейс вообще все фреймы. Но мы должны принимать решение относительно того, а надо ли вообще пришедший фрейм перекладывать во все имеющиеся интерфейсы нашего свеча. Почему не надо? Ну, смотрите, вот у нас есть широковещательный фрейм, у него адрес получателя все единички, например, это ARP-запрос. Понятное дело, что ARP-запрос с широковещательным адресом все единички, то есть у которого во фрейме не написан адрес получателя, надо пересылать по всей нашей сети, по всем интерфейсам. То есть, если вот эта машина генерирует ARP-запрос, его надо пересылать во все остальные места. однако, если у вас во фрейме указан адрес отправителя и адрес получателя, указан адрес получателя, то вообще говоря, если к вашему компьютеру присоединено четыре интерфейса, то было бы глупо во все, ну вот по одному из четырех вы получили некоторый фрейм, у него есть адрес получателя, было бы глупо этот адрес, этот фрейм запихивать во все оставшиеся три интерфейса. Особенно, если вы знаете, за каким конкретным интерфейсом лежит конкретный получатель. То есть, давайте попробуем нарисовать эту картинку, или время быстро идет, может быть не успеем, ну хорошо, попробуем. Значит, смотрите, вот у нас есть один компьютер, вот у нас есть один компьютер, вот у нас есть второй компьютер, второй компьютер, а вот у нас есть пресловутый это веб-сервер. Кого тут нарисовать это хранилище? Наверное, не здесь, это, наверное, вот здесь вот, да, сейчас как-то нарисуем такого, вот, вот он, а вот у нас есть пресловутый наш этот самый свитч, да, значит, давайте мы еще один компьютер нарисуем, вот, значит, вот есть пресловутый наш свитч, два и три компьютера. Наш свитч организует, как мы договорились, среду передачи данных общую, то есть он делает вид, что это такой интернет, эзернет такой, у которого, значит, все компьютеры в единой среде передачи данных, работает таким вот, да, концентратором, вот, и предположим, у нас вот этот компьютер, это у нас компьютер, условно, там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, я забыл, сколько в макарадресе, по-моему, восемь октетов, да, и этот компьютер, давайте мы сделаем 24 пункта, вот, да, и этот компьютер, там, семь, ноль, и этот компьютер, допустим, один, вот, значит, это их макариса, и вот, предположим, у нас идет от, от нашего компьютера, этого самого, верхнего, идет какой-то фрейм, вот он, фрейм, вот, и он идет в сторону вот этого компьютера, да, очевидно, что вот сюда его посылать нельзя, в случае, если мы знаем, что вот этот макарис, лежит вот за этим интерфейсом, а не за этим, поэтому наш софт, будет составлять таблицу адресов, вот, вот тут вот, чтобы знать, за каким интерфейсом, какой компьютер кроется, допустим, вот здесь вот у нас их не один, а два, да, два, но они как-то там объединить, через какой-то концентратор, и соответственно, у них, соответственно, у них, у каждого свой макарис, вот, и тогда в таблице этого, этого, этого свеча, будет указано, что за вот этим интерфейсом, лежит сразу два компьютера, вот, соответственно, если фрейм пойдет отсюда, по направлению вот сюда, то он передастся сюда, сюда не передастся. Введение таких таблиц, это тоже задача свеча интерфейсного уровня, вот, а еще, его же задача, это актуализация таких таблиц, потому что, понятное дело, компьютеры могут отключаться и подключаться, ну и всякое такое, да, то есть, через некоторое время неактивности, мы должны эту таблицу, из этой таблицы соответствующую запись удалять, потому что, ну мало ли что, а вдруг человек воткнул другой провод, а другой провод в другом соске, и значит нам нужно перестраивать всю эту таблицу интерфейса. Вот, соответственно, если мы не знаем, за каким соском у нас получатель, то мы транслируем наш фрейм во все интерфейсы, а если знаем, то обращаемся, то есть, он у нас есть в таблице, обращаемся к таблице. Понятное дело, что широковещательный транслируется широковещательно, вот, ну, собственно, вот и вся задача. В действительности, и это только малая часть того, что так или иначе умеет, умеет хороший, годный сетевой мозг. Вот, пожалуйста, есть описание протокола, описание протокола СТП, спанинг-3 протокол, который разработала одна дама за один день, вот, и даже стишок на эту тему написала, вот, вот он, этот стишок. Ну, имеется в виду, конечно, разработка алгоритма, который предназначен для того, чтобы несколько, несколько вот таких повторителей, объединенные друг с другом в одну большую, большую среду передачи данных, могли, например, отлавливать петли, да, то есть, отлавливать ситуацию, когда их воткнули вот так вот. Потому что, если не отлавливать петли, то получается, что пакет, например, широковещательный, пока что хорошо, пока что все хорошо, а вот сейчас будет плохо. Вот, вот это вот у нас, вот это вот, вот этого штука делает петлю, если у нас сюда приходит широковещательный пакет, который этот ретранслирует сюда, этот ретранслирует сюда, а этот ретранслирует во все дырки, в том числе сюда, 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 сюда и так по кругу, вот эта петля. Проблема отловить петлю небольшая, проблема потом договориться, кому из этих устройств надо ликвидировать лишнюю связь в петле. Вот, кто его, кто и на каком основании вот так сделает. Вот. Помимо этого, есть еще всякие балансировки нагрузки, помимо этого, есть еще всякие метрики, скорость передачи и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть, в действительности, протокол, даром что придуман за один день, оказался непростой, вот, небыстрый, он там что-то думает, как-то работает, вот, на него нарисовали кучу расширений, ну, в общем, такая вот история относительно того, что должен уметь мост. может уметь. Еще одна интересная штука, это, еще одна интересная штука, это предотвращение на уровне того устройства, которое следит за интерфейсным состоянием, значит, ну, за, за, за пакетом интерфейсного уровня, предотвращение всяких атак, вот, например, атаки на вот эту самую таблицу мак-адресов. Дело вот в чем. Дело в том, что на современных устройствах почти на всех можно временно изменить мак-адрес. Я этим в жизни несколько раз пользовался для работы с провайдером, который привязывает идентификацию устройства к мак-адресу, а там я хочу временно воткнуть другую машину или я поменял сетевую карту, пришел в гости, ну, вот это все. Самый простой способ это просто установить на вашем устройстве мак-адрес, перебить мак-адрес на другой, он, правда, временный, он при выключении-включении затирается, конечно же. Вот. Таким образом можно устроить атаку на умный мост, который хранит таблицу мак-адресов, потому что, как мы видим, мак-адресов на свете довольно много, 8 октетов число, да? Соответственно, если с бесконечной скоростью поливать наш несчастный мост, хранящий такую таблицу, допустим, ARP запросами с постоянно меняющимся мак-адресом, то в конце концов эта таблица у него переполнится. Вот. Что делает мост при приполнении таблицы? Некоторые мосты перестают работать, некоторые мосты начинают работать в режиме хаба, ретранслируя все во все места, а некоторые даже ломают. Вот. Однако, поскольку у нас целый Linux есть, под который можно всякий софт писать, такого рода атака может быть вполне отловлена или просто как-то значит немножко смягчена, ну то есть сделать ролинг таблицы еще что-то. Короче говоря, можно что-то поделать. Тем не менее, в Linux есть, мы сегодня его трогать не будем, потому что не успеем, в Linux есть также то, что называется Firewall Узровня 2, то есть некий инструмент по ручному управлению фреймами, то есть ручному фильтрации преобразованию и отчасти перенаправлению нет, фильтрации перенаправлений и перенаправлений пакетов. Firewall же это что такое? Это инструмент фильтрации преобразований и перенаправлений пакетов. Так вот, вы можете с помощью специального инструмента, который называется Ethernet Bridge Tables EBTables такие правила задавать. Если успеем, может быть, я сегодня покажу, как это работает. Сразу скажу, что штука такая, как это, Security True Obscurity, потому что Мак можно поменять и совсем можно побаловаться. Меня задает вопрос, кто имеет приоритет в получении IP по Мак-адресу. Мы, поскольку не говорили ничего про получение IP, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Маркизио, вы, скорее всего, неправильно поняли назначение, таблицы, соответствия Ethernet-адресов Мак-адресам. Ethernet-интерфейс Мак-адресам. Тут слово IP не прозвучало ни разу. Сетевой мост хранит таблицу, за каким интерфейсом, какой Мак, обонять, с каким Мак-адресом, Мак-адресом хранится. Про IP на уровне интерфейсном неизвестно ничего. Вот. То есть, от слова совсем. Поэтому я не готов сейчас отвечать на этот вопрос, тем более, что я его не до конца понимаю. Если хотите, попробуйте задать его в чатике, там разберемся. В смысле, в Телеграм. Ну вот. Давайте уже, наконец, что-нибудь поделаем ручками, а то, что же это мы. Запускаем наш виртулбоксик. Что у меня там, небось, останки со вчера. Да. Выключаем, убираем все. Ой, что это было? Так. Убираем все, кроме основного, кроме основного нашей машины. А, в неправильном порядке. Все удалили, оставили только наш основной сервер. Что мы хотим сейчас сделать? Мы хотим сделать мост, то есть мы хотим сделать два абонента, у которых подключены к некоторой внутренней сети интернет. А посредине, на этих абонентах мы настроим IP и все такое, а посредине мы вставим мост, который будет фреймы пересылать. Значит, что мы для этого делаем? Мы для этого клонируем наш базовый образ. Это будет второй абонент. Вот он. Я надеюсь, что мы там мак-адреса поменяли. Точно? Поменяли? Очень надеюсь. Вот эти мак-адреса. Так, 4,4,E. Поменяли. Вот. И сделаем еще одну машину, которая у нас будет мостом. Мы ее клонируем. Не забываем. Что не так? А, понятно. Она должна называться мост. Вот. Новый мак-адреса. Мы ее клонируем. Вот она. И теперь давайте посмотрим, что мы хотим. Значит, итак, у нас есть основная машина, подключена к некоторой внутренней сети инт. Нет. И это на нашей картинке вот эта машина и вот эта сеть. это чуть более другая картинка. Тут больше машин, чем надо. Мы про нее еще поговорим, когда будем поговорить про вла. Вторая машина, которая клон, подключена к другому проводу. Ну, допустим, он называется, там, не знаю, изолейтед. Вот. Да? Значит, изолейтед. Вот. Эти две машины друг друга видеть не могут. Они подключены к единственной, одна к сети инт. Нет, другая к сети изолейтед. А вот мост сейчас мы подключим к обеим сетям. Один интерфейс мы подключаем к инт. Нету, второй интерфейс мы подключаем к изолейтед. О! Давайте теперь все настроим. Сначала мы настроим ну, короче, все мы их запустим. Вот. Все три. Кстати сказать, я тут по просьбе публики сделал одну важную, одну удобную штуку в новом образе. В новом образе можно по-быренькому переименовывать наши хосты, чтобы не путаться в командной строке, чтобы каждый раз не глядеть вот сюда, вот наверх, а как называется наш компьютер. Поэтому давайте мы сразу переименуем. Это просто небольшой скрипт, который лежит в каталоге BIN пользователя root. Вот. Он называется sethostname. И это у нас мост, назовем его bridge. Вот. Теперь, значит, мы прямо в командной строке будем видеть хостным, у него самоназвание у него bridge. Прямо в командной строке мы будем видеть, что это именно он. Два других машины, ну, давайте тоже ради порядка переименуем. Вот. Хотя у них конфигурация будет совершенно одинаковая. Мы там просто настроим IP, и они должны друг друга в результате видеть. Так, sethostname, это у нас клон, это у нас клон, назовем его клон. Вот. А значит, итак, что мы хотим сделать. Вот у нас есть машина клон, она присоединена, как мы видели, к сети машина клон, присоединена к сети isolated, поэтому, если мы здесь настроим какой-то IP, то она никого не увидит за этим интерфейсом. IP link set app eth1 IP адрес add 10 10 10 это клон, значит, точка 2 slash 24 dev eth1. Вот кажется, так можно сделать. Да. Так вот, несмотря на то, что машина подключена к какой-то сети, ничего мы сейчас, никакой машины мы не увидим никакого адреса, потому что к сети под названием к сети под названием isolated не подключен, подключен только bridge, а bridge ничего не делает. Хорошо, давайте там настроим еще на основной машине тоже интернетики. И она там на интернетике IP адрес на интерфейсе этаж 1. И там тоже ничего работать пока не будет, потому что эти машины друг другу не видят. IP link set дев этаж 1 up IP ад вес add дев этаж 1 10 10 10 11 24. Вот. Мы даже попробуем ради порядка их попингать, но я надеюсь, что никакого пинга не произойдет, потому что они не видят друг друга от слова совсем. 10 10 10 10 10 2 Вот. Пожалуйста. Почему этого самого пинга не идет? Ну, потому что мы и бридж еще не настроили, однако. Вот мы сейчас бридж настроим, и тогда все будет хорошо. Вот он бридж. Давайте его настроим. Значит, что мы делаем? Мы поднимаем два интерфейса. IP link set дев этаж 1 это тот, который у нас подключен. Давайте проверим. Бридж. Один это тот, который подключен к интоненту, а второй будет подключен к изолятору. IP link set дев этаж 2 ав. Линк. Это было слово линк, но это не важно. Ап. Вот. А вот теперь сейчас мы будем делать вот что. Нам нужно задействовать такую софтину отчасти ядерную, отчасти софтварную, по большей части ядерную. Там, по-моему, в юзерспайсе ничего нету. В ядре линукс. Тот кусочек ядра линукс, который будет нам обеспечивать не просто мост, а мост с поддержкой достаточно сильной протоколы стп и вообще всякими интересными штуками. Для этого мы создадим специальный интерфейс, а еще один. И этот интерфейс типа мост, он как бы будет шапочный, он будет накрывать оба интерфейса ETH1 и ETH2. Вот. Давайте мы подглядим, как это делается. Вот. AdDev TypeBridge. Вот. Значит, IP link AdDev имя, ну, допустим, Glue, потому что мы склеиваем два интерфейса в один. TypeBridge. Bridge D-D-D-G. Вот. Что при этом происходит? Появился некий интерфейс, вот он, у него тип Bridge, можно посмотреть, вот здесь написано, что... ничего не написано, но... А, да, нет, написано, вот-вот-вот Bridge. Вот он, сейчас покажу. О! Вот. У него свойство, что он Bridge, этот интерфейс. Он абсолютно виртуальный, ни к чему не присоединен. Вот. Он еще и не поднят, но это мы сейчас, это мы сейчас починим, Glue. Вот. Теперь мы говорим, здоровое ядро у тебя под этим интерфейсом виртуальным забриджованы два сетевых интерфейса. Для этого, этому сетевому интерфейсу нужно сказать, что у него есть мастер. IP IP link set этаж 1 мастер мастер glue и то же самое с этаж 2. Что мы имеем с гуся? Ну, давайте IP минус D link посмотрим, у них теперь в описании написано, что у интерфейса этаж 2, что у него мастер glue. Вот. Давайте запустим специальную утилиту bridge, вот, которая нам покажет bridge link, что у нас творится с связанностью бриджей. И утилита блин, он говорит, так, этаж 1, он поднят, у него есть мастер glue, и, значит, он занимается forwarding, даже с какими-то приоритетами, с каким-то костом. То есть, если мы хотим построить большую такую конгломерат этих самых bridge, то по этим приоритетам и поэтому по этой стоимости передачи можно будет высчитывать с помощью протокола стп, высчитывать по какому из имеющихся нескольких маршрутов можно передавать значит наш этот самый а нет, там иначе будет петля. Ну хорошо, как бы возможно это нужно для удаления петель, не знаю, не буду врать. Короче, bridge link говорит, что у нас уже bridge настроен. В действительности мы уже все сделали, мы настроили bridge, который перекладывает видите, slow forwarding из интерфейса 1 и из интерфейса этаж 1 и в интерфейсе этаж 2 и обратно, потому что у них у всех общий мастер интерфейс под названием glue. Вот, никакого IP адреса при этом, разумеется, не активизировано, мы работаем только на интерфейсном уровне. Вот, сейчас мы можем сказать, bridge кажется монитор, который нам будет рассказывать о какие же события из серии у нас появился новый абонент за таким-то соском, какие же события происходят. Вот, давайте теперь настроим тупо интернетики, не интернетики, IP на клоне и на основной машине. значит, а, у нас он уже настроен, все уже работает, осталось только попытаться попингить их, ой, как интересно, а давайте это сделаем, значит, давайте мы bridge наш прям вот сюда поставим, чтобы было видно, что происходит, да, и попробуем снова сделать пинг, это склона IP, а у нас здесь 10,2 значит, пинг минус 11 пакетик пошлем 10, 10, 10, 11, тадам, пинг прошел, а на бридже произошло два события, наш bridge обнаружил за устройством ETH1 забриджованного с помощью глю, MAC адрес, который кончается на 69B9, я думаю, это вот этот, да, вот он, 69B9, а за устройством, которое называется ETH1, абонента с MAC адресом E4-4E, но E4-4E я даже помню, это наш основной наш основной образ, вот он, E4-4E, вот, все, у нас внезапно работает такая схема из трех машин, внутренние машины просто пересылает пакетики, фреймики из одного интерфейса в другой, вот, напоминаю, что это сделано путем такой первой моделизации, мы говорим, вот это bridge, у этого bridge есть несколько интерфейсов, которые, значит, там, снизу, вот, чего мы сегодня не сделали, мне только сейчас пришло это в голову, что это интересная была бы тема, вот, можем, если вдруг останется время в конце лекции, попробовать сделать, но, что-то мне кажется, что мы сейчас зашьемся, что мы не сделали, это мы сделали, не сделали бондинг, мы же могли сделать, как, для повышения быстродействия, быстродействия сетевого транфика, можно объединить две среды передачи данных в одну, при условии, что мы, собственно, пакеты между двумя компьютерами передаем, давайте я раз покажу это хотя бы на этом самом, на, на диаграммке, вот, а сделать, может быть, мы и не успеем, бондинг, это ситуация, когда мы берем два компьютера, два компьютера берем и для того, чтобы скорость передачи данных или объем или отзывчивость между ними была выше, объединяем их с помощью двух сред передачи данных, вот, шмек и шмек, вот, то есть, на нашем компьютере есть по два интерфейса, а мы делаем вот так. Понятное дело, что, с учетом того, что мы фактически делаем что-то похожее на какой-то там цикл, короче, так оно работать не должно. Поэтому, с точки зрения линукса, там происходит такое же точно прижимание с бондингом, мы объединяем два интерфейса в один, компьютер пользуется одним интерфейсом, а дальше софт в ядре, распихивают пакет то туда, то сюда по своим каким-то, по своим каким-то каналам. Вот такая вот картина. Ну, или вот так можно сделать, тоже интересный вариант, да, просто тупо, тупо два провода. пить, 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 вот, такой вариант тоже годится. Вот, такое вот, значит, давайте мы это сохраним, назовем это бонд, бондинг. Вот, я не уверен, что мы сегодня это сделаем, но будьте, знаете, что это возможно. Вот, тем временем у нас, как вы видели, работает пинге между двумя машинами с помощью третьей. Что еще можно узнать про эту третью машину? Про эту третью машину можно, например, узнать, какая у нее таблица, вот та самая таблица интерфейсов, и это называется forwarding database. О, точно. Вот, смотрите, что мы видим. Мы видим, что у нас есть свой собственный, свои собственные интерфейсы. Вот они. Соснаться все self. Эти интерфейсы, эти макадреса соответствуют интерфейсам ETH1, ETH2, и Glu, потому что там тоже, да. Вот. У нас есть чужие интерфейсы, которые там временно существуют. Сейчас найдем. Давайте, может быть, они там уже просрочились. Вот, за ETH1, за интерфейсом ETH1, сейчас мы так вот сделаем, за интерфейсом ETH1 у нас кроется интерфейс E4-4E под бриджом мастер, а за интерфейсом ETH2 у нас кроется интерфейс 69B9 значит под мастером Glu, здесь под мастером Глю, да. Вот. И это вот как раз в этой таблице те самые соседние хосты, которые. Вот. Давайте что ли, знаете, что сделаем, добавим еще один клон, просто чтобы у нас было три компьютера на среде. Значит, что мы для этого делаем? Мы для этого один из клонов останавливаем. Например, вот этот. Останавливаем. Вот. Клонируем клон. Клон остановить. Клон клона получается. Вот. Он будет присоединен к той же самой сети изолейтед. То есть, у нас получится два с одной стороны, один с другой. И давайте его настроим. Так. Включаем один клон. Включаем второй клон. Сначала настроим первый клон как было. Да. Первый клон настраиваем как было. Где он тут? Вот. Что-то этот амор заработал. загружайтесь. Вы где все? Так. Это кто? Это клон. Какой клон? Обычный. Первый клон. Не клон клона, а просто клон. Хорошо. Наставим его как было. Мы уже знаем как это делать. AP link ad set up ad24 да. Ping уже должен работать. пинг работает. Смотрим на второй клон. Вот это клон клона. Давайте его переименуем от греха подальше, чтобы не путаться. Sethostname клон 2 кольня. Ну пускай будет кольня, мне не важно. Поскольку у нас такой же, как та машина, которая была, мы тоже делаем setup где-то h1, он присоединен к той же самой сети, а вот здесь вот, конечно же, надо сказать ему другой MAC адрес, IP адрес, потому что иначе будет конфликт IP адресов. Вот. Теперь у нас топология такая с двух сторон к сети какой там сеть, как там сеть-то называлась? Склероз она называлась. К сети изолейтед присоединен клон и клон 2. Вот. А с другой стороны к сети int нет присоединен наш сервер, но поскольку между ними бридж теперь уже на три машинки через два интерфейса, вот он их видит, то я думаю, что пинг отлично пойдет. Пинг отлично пошел. Давайте посмотрим, что при этом творится на бридже. Вот наша база данных по тому, за каким соском какой лежит абонент с каким мак-адресом. За этаж 1, как обычно, у нас лежит наш сервер, основной, базовая машина с E4-E4-E. Вот. За этаж 2 у нас лежит наш 69B9, это просто клон, и за этаж 2 же у нас лежит 0А14, это, собственно, клон клона, который мы только что сделали, давайте это проверим, но я вангую, что я прав. Да, 0А14, вот он. Вот. Вот мы в результате создали топологию, у которой, значит, к одному сегменту, сетевому, физическому, присоединено 2 машины, к другому одна, а наш бридж объединяет это все в один большой эзернет. Вот. Вторая тема на сегодня это вланы. Давайте мы все по-выключаем к чертям, нам, наверное, ничего не нужно, будем делать все с нуля. Вот. Вторая тема на сегодня это вланы. Пока я тут выключаю, я сейчас скажу немножко бла-бла на тему вланов. Значит, бла-бла на тему вланов, а, кстати, клон, наверное, стоит оставить. Клон, наверное, стоит оставить. И даже клон клона стоит оставить, зря я его выключил. И только мост надо переделывать. Значит, давайте мы мост остановим. Секунду. Нет, не умею я одновременно говорить и делать. Так. А, я ничего не остановил еще. Ладно, тогда потом. Значит, смотрите. Понятие влан, у него тяжелая судьбина у понятия влан. Влан это типа виртуал лан, да? Значит, тяжелая судьбина понятия влан состоит в том, что в действительности у этого термина есть два не просто неравных друг другу, а слабо пересекающихся, но тем не менее постоянно пересекающихся значений. Первое значение инженерное, четкое определение влан это группа интерфейсов, изолированная от других групп интерфейсов, скажем так, несмотря, например, на общую среду передачи данных. То есть, когда мы говорим про влан в инженерном смысле, мы говорим, вот у нас есть какая-то среда передачи данных, одна, там две мы не считали. И какая-то группа хостов, одна, две, три мы тоже не считали. И получается так, что несмотря на то, сколько у нас сред передачи данных, несмотря на то, сколько каких интерфейсов, одна группа хостов видит только друг друга, вот, а другая группа хостов видит только друг друга. Вот на картинке вот здесь нарисовано вот это понимание влана в инженерном плане, когда у нас есть один коммутатор, он, конечно, не коммутатор, это такой себе мост с фланами, вот, но так устроено, значит, совершенно обычные Ethernet интерфейсы повсюду торчат, но так устроено, что вот эти два компьютера видят только друг друга, а эти два только друг друга. Мы уже с вами знаем, как это реализовать. Надо просто вот эти четыре интерфейса на нашем бридже, компьютере, загнать попарно в два разных бриджа. И тогда вот эти компьютеры будут общаться через свой бридж, а эти через свой. Вот это, пожалуй, мы можем попробовать сегодня сделать, если хватит времени, но у нас есть более важная тема, и я предлагаю сосредоточиться на ней. Более важное дело состоит в том, что есть еще такой теоретико-сетевой термин влан, и он означает, в общем-то, совсем другое. Влан, с точки зрения теории, это поддержка поддержка протокола 802.1Q. Вот. И часто, часто это 802 убирают, потому что это, в принципе, какая-то сетевая штука. Вот. говорят 1Q или .1Q, вот. Ну, вот. Идея стоит в следующем. Мы берем наш Ethernet Frame, вот он, красивый, верхний, и впиливаем ему внутрь небольшой заголовочек такой, из четырех актетов. Вот он. У этого заголовочка из четырех актетов первые два актета, которые приходятся на поле тип пакета. Это специальный тип пакета, 0x8100. То есть, в этом смысле всегда можно определить, идет ли у нас обычный фрейм, или влановый фрейм, то есть, фрейм модифицированный по протоколу 802.1Q. А вот дальше, в этом модифицированном фрейме, вот в этом небольшом, в этом небольшой вставочке, есть два актета, которые отвечают за разные служебные поля нашего 802.1Q, наших вланов. И, что важно, сейчас скажу, сколько, влановые 12 битов, из этих 16, 12 битов выделены для идентификатора влана. То есть, у нас 4000 различных вланов может посылать по 802.1Q пакета. Понятное дело, что 4000 это слишком много, столько ни один изернет не выдержит. таким образом, нам нужно всего лишь потребовать от нашей сетевой карты, чтобы она могла принимать вот такого вида фреймы, похожие на фреймы, но ими не являющиеся. Вот. То есть, декодировать вот это 8100 на месте типа Ethernet, два актета, и, видя, что тут у нас расширенный влановский фрейм, работать именно с ним. Как видите, при этом ничего другого не меняется. у нас всегда есть значит этот самый ну вланд фрейм не отличается от обычного ничем, кроме вот этого хедера. У нас всегда есть преамбул, у нас всегда есть отправитель-получатель, да, у нас всегда в известном месте лежит payload и так дальше. Мы просто вместо вот в это место вместо двух актетов теперь у нас их там 6. Вот. Такая вот такая вот штука. Кстати сказать, не советую читать раздел не советую читать раздел по .1Q в российской википедии, там как раз человек, которого прищемило инженерным подходом, он путается между этими двумя термины, не надо этого делать. Как вы понимаете, с помощью 802.1Q можно реализовать абстракцию под названием под названием инженерный влан. Да, если у нас если у нас по сети будут бегать наши пакетики вот здесь вот самый обычный Ethernet, а вот здесь Ethernet, у которого часть пакетов от зеленой зеленых завернута в один влан, а часть пакетов фиолетовеньких в другой влан. И если у нас по нашему Ethernetу будут бегать пакеты вот с таким добавком, и мы на основе анализа этого вид, этого влан-айди, и мы на основе анализа этого влан-айди будем дальше принимать решения об их дальнейшей перенаправлении, да, мушетизации, выкидыванию еще чего-то, то тем самым мы легко можем организовать абсолютно без каких-то дополнительных логических настроек вот этот самый инженерный влан, говоря, что вот у нас есть на картинке вот у нас есть на картинке наш мушетизат, наш бридж такой уже, влан-бридж с четырьмя интерфейсами, нет, не на этой, вот, с тремя интерфейсами, да, это самый обычный интерфейс, это самый обычный интерфейс, а вот здесь мы гоняем влановые пакеты, причем из этого интерфейса мы завертываем их в зелененькие вланы, а из этого интерфейса мы завертываем их в фиолетовенькие вланы, то есть, грубо говоря, вот в примере мы будем делать, кажется, 5 и 7, да, вот это будут, все, что мы получили отсюда, будет снабжаться хедером влан-5, а все, что отсюда, хедером влан-7. Дальше мы их принимаем на другой стороне, смотрим, какой хедер был влан-5 или влан-7 и убираем его, и уже в этот интерфейс мы посылаем обычный Ethernet-фрейм, наш компьютер видит обычный Ethernet-фрейм. При этом наша цель, чтобы этот компьютер видел этот, этот видел этот, а друг друга они не видели вообще, потому что нигде их, значит, фреймы не пересекаются. Вот такая картина, которую мы сейчас собираемся построить. Вот. Напоминаю, что, значит, когда я буду говорить слово влан, я буду иметь в виду именно специфический фрейм, соответствующий 802.1. Если вы видите в тексте по сетевым технологиям понятие тегированный, не тегированные вланы, имеете в виду, что вы имеете дело с текстом, который оперирует инженерной терминологией, и тегированный влан это, собственно, 802.1. QFrame, а не тегированный влан это какой-то другой способ не допустить пакета фрейма из одного из одного группы компьютеров к другой группе компьютеров, не имеющие отношения к сетевым технологиям, имеющие отношения к какой-то логике настройки, какой-нибудь циски. Так что слово тегированный у вас в голове должно сразу включать лампочку, что это люди и оперируют вот такой терминологией. Мы с вами будем оперировать теоретически сетевой. Вот. Значит, окей, для нашей фермы потребуется, давайте посчитаем сколько машин. Два бриджа, ну, бриджеобразных, короче, маршрутизатора уровня 2, да, просто слово маршрутизатор обычно за уровнем 3 закреплен. Кому-то роутера, вот, давай скажем роутер, роутер, это же такое волшебное слово, уровня 2, да, интерфейсных, у которых, между которыми будет сеточка, которая гоняет влановые пакеты, а снаружи у них будет еще по 2 интерфейса, которые гоняют обычный пакет. И 4 клиента, да, 4 обычных компа, которые будут, значит, которые будут посылать свои пакеты и видеть только того, кого им предназначено. Это будет 4 различных, 5 различных сегментов сети, то есть нам придется внутренних сетей сделать 5 штук, вот, ну а дальше прихотливым образом их присоединить. Так, теперь давайте разбираться с тем, что у нас тут стоит. Значит, у нас есть, у нас есть машина клон, не так, давайте посмотрим не здесь, а вот здесь. У нас есть машина клон, машина alt-minimal, которая признана к интернету. Отлично. У нас есть клон alt-minimal, который присоединен к изолейтед, это второй. У нас есть клон от лимит, который присоединен к изолейтед, а вот это неправильно. Давайте мы его переподключим, выдернем из него провод и подключим его к сети под названием, ну допустим, ньюнет. Нам нужно 4 разных внутренних сети для наших клонов. Вот. Переподключили его к сети ньюнет, сейчас наш клон перестает видеть кого бы то ни было, потому что этот ньюнет никто не обслуживает. Дальше. Нам нужен еще один клон. Давайте мы так далее. Кого мы остановим? Вот здесь надо все равно все перенастраивать, давайте его остановим. Так. Клон-клон. Сейчас. Найдем клон-клон. Вот клон-клон. Вот. Остановим его. Так. Это кто? Это клон-клон. Их клонируем его. Будет клон-клон-клон. Так. Клонируем клон-клон. Получаем 4 абонента на нашей картинке. Запускаем, переименовываем. Чтобы, значит, можно было... Пока он там запускается, давайте подумаем, что нам делать с бриджом. С бриджом нам делать так. Нам нужно, значит, его присоединить к... ...трем интерфейсам. У них двум. Бридж. Да? Один из них будет, так называемый, бэкбон, внутренняя сеть между двумя бриджами, по которым будут ходить наши вланы. А два других это те интерфейсы, которые он обслуживает. Вот. Так, это у нас клон, 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 клон. Он должен называться клон-3. Вот. Это клон обычный. И давайте запустим еще клон-клона. Вот. Значит, давайте посмотрим сначала про клиентов. Итак, базовая система int-net. Первый клон изолейтед. Второй клон newnet. Третий клон тоже newnet. Надо поправить. Назовем его dip. Вот. Вот у нас три, значит, машины. У них будет совершенно одинаково конфигурация обычные клиенты. Мы еще на них будем настроить просто айпишники. Вот. У нас три машины. Присоединенные к... Четыре машины, написаны к четырем различным сегментам сети. Internet, isolated, newnet, dip. Теперь, что касается моста. Мост должен быть присоединен к трем сегментам, как написано, нарисовано вот на этой картинке. Два из них это те, которые он обслуживает для клиентов, а третий это бэкбон, по которому будет ходить смешанный трафик из вланов. Ну, так его и назовем бэкбон. Вот. О! Так. Теперь, что мы делаем? Теперь надо, мне кажется, перегрузить этот мост, чтобы он в исходное состояние вошел и дальше на нем все настраивать. Перегружать его. Так. Что мы делаем? Мы, ну, во-первых, мы его включаем. Ой, нет, 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 нет. А, да, правильно, включаем. Сначала мы настроим один гридж, потом его... Сначала настроим один гридж, а потом его склонируем. У нас там командочки останутся в истории. Это полезно. Так. Что мы должны сделать для достижения этой великой цели? Для достижения этой великой цели мы должны, вот сейчас мы условно с правой частью работаем, мы должны на нашем бридже создать три интерфейса, научиться запихивать вот в этот интерфейс фреймы вида 802.1.q. я скажу, как это делать достаточно легко. Вот. И забриджевать, грубо говоря, зеленую часть с зеленой частью, а фиолетую с фиолетом. Поехали. Значит, что мы для этого делаем? Ну, давайте, значит, давайте мы настроим все подряд. Значит, что мы делаем? Во-первых, мы должны научиться выковыривать из нашего ETH3, который бэкбон, влановые пакеты соответствующего номеру влана. Для этой цели мы отдельно навесим на интерфейс ETH3 навесим такой вот здесь написано, как это делать. Во! Тут прям длинная командная строка. Сейчас я буду переписывать. На наш ETH3 навесим специальный интерфейс специального типа, который как раз и предназначен для выковыривания именно вланового трафика оттуда. Что это такое? IP-Link SET ADD Добавляем дополнительный дополнительный трубопровод. Значит, ADD-Link Link этот будет ввести трубопровод к интерфейсу ETH3. Как он будет называться? Ну, допустим, VLAN 7. Из этого только Name Name VLAN 7. Не волна VLAN Name VLAN 7. Вот, допустим, Type VLAN И, собственно, поскольку мы сказали, что Type VLAN, у него должен быть VLAN ID VLAN ID ID ну, скажем, 7, чтобы не путаться. Вот. Что при этом образовалось? Обратите внимание на то, как этот интерфейс называется. Значит, образовался интерфейс, вот он, мышка, вернись. Вот он. Образовался интерфейс, который, прям сразу видно, что он пристегнут к интерфейсу ETH3. Вот. И предназначен для превращения влановых фреймов, которые будут путешествовать по ETH3, в обычные фреймы, которые будут вылезать из интерфейса в LAN 7. Мы об этом сейчас потихонечку убедимся в конце. Вот. Что мы хотим сделать? Мы хотим забриджевать этот интерфейс с интерфейсом, скажем, ETH1. Чтобы обычные Ethernet фреймы лезли в интерфейс, который называется LAN 7, обмазывались седьмым в LAN ID. Вот. Тут, кстати, не написан LAN ID. Давайте вот так сделаем. Вот. Обмазывались седьмым в LAN ID. и вот он, ETH7. Вот здесь написано. И в таком виде путешествовали по ETH3, где их будет принимать такой же точно роутер, который мы тоже сделали. Не роутер, а такой же точно бридж. Ну, что для этого нужно? Нужно создать бридж IP. Давайте подсказочку я себе открою, просто чтобы быстрее было, а то, боюсь, не времени. Вот. IP link add dev это у нас будет бридж седьмой. Ну, опять же, это просто имя. TypeBridge. Ну, и как мы только что договорились, в этот бридж мы запихнем два интерфейса. IP link set vlan7 master master br7. Один интерфейс, тот, из которого у нас будут вылезать фреймы, очищенные от vlan.id7. Второй интерфейс, это наш, собственно, ETH1. вот, видите, под интерфейсом master br7 у нас заключено два интерфейса, обычный Ethernet и специальный, специальный виртуальный интерфейс vlan7, который из этаж 3 вынимает пакеты с vlan.id7. Абсолютно такая же картина, абсолютно такая же картина с вторым интерфейсом. Так, только надо сам vlan7 добавить, вот, вот. Еще мы хотим из ETH3 вынимать фреймы соответствующие vlan9, это будет фиолетовая часть, да, вот, что мы делаем? Бриджуем его, а пакеты, которые предназначены для vlan9, мы можем пересылать в обычный интерфейс ETH2. Вот. Вот, смотрите, вот картинка нашего бриджа состоит в следующем, что у нас есть преобразователь, выковыриватель пакетов vlan7 и vlan9 из ETH3, и этот, и каждый из этих преобразователей изобретен на соответствующий интерфейс, ETH1 и ETH2. Да. Ну, давайте еще раз минус LD, минус DL, посмотрим, что это действительно так, что тут vlan.id у нас, вот здесь vlan.id у нас, где он тут, вот, ETH9, там у нас ETH7, ну, в общем, все хорошо. Единственное, что они все, все у нас сейчас опущенные, нам нужно ап сделать один большой для всех. Мы что сделали? Да, давайте мы только их поднимем все, там есть волшебная команда, вот, сейчас мы ее прямо скопипастим, у нас можно сделать так, дело в том, что это же Linux, у него сетевые интерфейсы, на самом деле, вот здесь все перечислены, вот они. вот, если мы сейчас скажем вот так вот, for, 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 я сказал, in звездочка, do, IP, link, set, доллар, и, только и маленькая, ап, вот, да, поскольку это Linux, то в специальной файловой системе SIS есть много всякого интересного относительно того, из чего состоит наше, что умеет наше ядро, в частности, все сетевые интерфейсы перечислены в каталоге SIS класс нет, обратите внимание, это симлинки на всякие железные устройства, но в данном случае, или не железные устройства, на виртуальные устройства, вот, но в данном случае меня интересовали только их имена, и теперь у нас все теперь поднято. Отличный, хороший, годный бридж мы настроили, вот, сейчас перед нами стоит задача, либо его клонить, либо заново делать, видимо, лучше, лучше заново делать, потому что настройка потеряется, а может быть, и лучше опустить, еще раз настроить, нет, лучше заново делать. Итак, хороший, годный бридж мы настроили, настроили что? Мы настроили из этой картинки два интерфейса, забриджевали их с специальным отростком, который заворачивает вот этот интерфейс, пакеты из этого интерфейса в зеленый трафик, то бишь 5, а пакеты из этого интерфейса забриджевали в другой отросток, который заворачивает его в фиолетовый трафик, то бишь 7, и все это забриджевали с этим интерфейсом. Сейчас мы повторим эту конфигурацию в точности на клоне нашего бриджа, придется, правда, его клонировать руками, ну да ладно. Вот. Сделаем еще двух абонентов, и дальше попробуем посмотреть, как они друг с другом общаются. Так. Кого-то из них придется остановить, потому что из них надо делать бридж, а этот бридж я не хочу разворачивать, там все настройки уже сделаны. Видимо, останавливаем от минимума, хотя какая разница? Какая разница, кого останавливать? Вы давай остановим вон клон 2, например. Никому не сдался. Надо было сделать еще один клон, базовый, всегда опущенный, чтобы из него делать клоны, когда... Да, ну не важно. Абсолютно не важно. Сейчас мы сделаем еще одну машинку. Из нее мы будем делать второй бридж, который повторяет первый. Там абсолютно такие же настройки, один в один. Так. Сгенерировать, назовем его бридж 2, мост 2. Вот. Этот мост 2 будет присоединен к ньюнету и к дипу. Значит, ньюнет, дип, дип, это вот эта фиолетовенькая и вот эта зелененькая сети. Ну и к бэкбону нашему, так же, как мост 1. Теперь мы запускаем мост 2 и повторяем там всю эту конфигурацию с самого начала, заодно, может быть, немножко повторим, что мы, собственно, делаем. А делаем мы то, что мы делали уже в прошлый раз. Да, значит, давайте мы только переименуем, потому что это Bridge 2 на самом деле. Напоминаю, что это не системный утилит, это скрипт, который написал лично я и положил в каталог bin пользователь. Вот. Да. Что делаем? Вспоминаем, что нам нужно сделать. У нас есть три интерфейса. Вот они. Да. Сейчас, секунду. Пить. Пить. Вот. Вот у нас есть три интерфейса. Нам нужно вынуть из этаж 3 фиолетовый и зеленый трафик, то есть в лан 7 и в лан 9 кажется так было. А потом забриджевать их на этаж 1 и этаж 2 соответственно. Хорошо. Давайте посмотрим с подсказку, чтобы не ошибиться синтаксиса. IP link добавить специальную линку. Да, то есть это способ связи. к интерфейсу этаж 3 под названием бр7 тип у нее а в лан 7 это мы вынимаем это мы вынимаем в лан из этаж 3 вот name в лан 7 тип у него в лан в лан айди 7 айди айди который мы будем вынимать будет 7 то же самое делаем с 9 в лан теперь добавляем бридж на который мы будем на который мы будем вешать наши интерфейсы IP link add def br7 это бридж который будет 7 транслировать в один из интерфейсов type bridge и бр9 который будет 9 теперь мы подверстываем под каждый из этих бриджей по 2 интерфейса под бр7 в лан 7 и этаж 1 под бр9 в лан 9 и этаж 2 значит сейчас посмотрю как это а вон она айпи айпи линк сет в лан 7 мастер бр7 вал в лан 7 и соответственно туда же запихиваем один из этаж этаж 1 в лан 9 в бридж 9 и туда же запихиваем второй из этаж этаж 2 у меня есть подозрение что в результате вот этого всего мы уже все сделали оно конечно оно конечно опасное но давайте посмотрим для начала посмотрим что у нас с мониторингом бридж линк этаж 1 бр7 этаж 2 бр7 бр9 вот проверили себя нашли ошибку этаж 1 забриджован с бр7 этаж 2 с бр9 в лан 7 с бр7 в лан 9 с бр9 четко спасибо алексей видите вы как это youtube лагает со скоростью моего торможения да мы с вами одновременно отреагировали на это дело вот здесь бридж линк этаж 1 бр1 этаж 2 бр9 в лан 7 бр7 в лан 9 бр9 шикарняк давайте мы запустим бридж монитор монитор а еще лучше какой-нибудь ну монитор вот здесь бридж монитор здесь бридж монитор вот а теперь собственно теперь собственно давайте попробуем настроить клиенты клиенты начнем с клиенты срв он у нас уже настроен он 10 10 10 1 давайте посмотрим на клиента клон он уже настроен вот но он не видит никого потому что они все 4 присоединены к 4 разным сетям и пингать они друг друг сейчас не будут давайте настроим клиент клон клон сколько это мост сейчас а может так можно сделать вот этот а он выключен давайте тем временем включим а этот вот включен так ну и где он а вот клон 3 отлично если я не ошибся то он должен быть присоединен к бр9 и соответственно он должен видеть наш наш хост который называется клон фиолетовенький нижний окей давайте попробуем айпи аа дев еташ 1 еташ я забыл там интерфейс поднять кстати сейчас мы поднимем дев еташ 1 10 10 10 это клон 3 пускай будет тогда там скажем 6 24 на bridge 2 я забыл поднять интерфейсы они у меня все опущены да да он видите хорошо сейчас cd pros нет сис сис что-то там такое нет нет сейчас скажу где сис класс нет класс нет for ну да да for i in звездочка do ip link set и маленькая доллар и up done ты душ вот тебя не все поднят я сейчас вангую достаточно аккуратно что сейчас с моего этаж 1 будет доступен либо срв срв либо этот самый клон просто вот 10 10 10 2 дорожь замечable а айпи link link set этаж 1 1 а да что произошло мы настроили фиолетовую сеть вот эту между клон 3 и клон вот давайте посмотрим что нам говорят говорят бридж мониторы вот нет это брюш нет не брюш монитор это клон бридж мониторы на одну мечу переключаться между бриджами конечно а вот бридж монитор говорит слушайте тут вот у нас в нашей табличке появилось появилось забр 9 этаж 2 69 b9 да появился ну короче обнаружены обнаружены разные девайсы у вас таблички строятся ну вот теперь значит давайте убедимся что пинг на другие машины не работает вот то есть мы видим только своего соседа по этому самому теперь давайте вот здесь вот в клон 2 настроим тоже IP-link set дев этаж 1 up IP-link add add это было add но не важно add 10 скажем 10 слэш 24 что не так а дев дев этаж 1 гарбич а IP-link господи да добавили адрес и давайте посмотрим вот пожалуйста а это мы зелененькую часть настроили у нас да зелененькая часть а этот самый ни 2 не видно ни 7 не видно ну короче никого не видно видят только друг друга давайте теперь посмотрим что происходит на бридже где какие фреймы у нас делают для начала давайте посмотрим на бэкбон TCP dump dump минус xx минус е бэкбон минус и минус и е минус и бэкбон значит по предположению по бэкбону у нас должны у нас должны ходить пакеты фреймы чего а он не бэкбон он этаж 3 господи этаж 3 по предположению у нас по нашему бэкбону должны ходить фреймы у которых 802.1 q андрей add это на самом деле add андрей говорит что ip add я сказал на машине и одно из этих add это команда а другое объект у ip ведь синтаксис какой ip дальше с каким пространством работаем в данном случае add то есть уровень 3 дальше add то бишь добавить так что это просто такое сокращение часто принято сокращать до минимально сокращать длинные слова до минимального размера по которому они однозначно определяются так вот пространство в котором работает ip в данном случае адрес до может сохранить хоть до а вот но я случайно написал адрес да значит вот давайте давайте мы что ли попингаем одно другого кого там пингали не важно вот только давайте чтобы не долго париться минус c1 скажем вот прошел смотрим на спинам вот спинам показывает ой ой там rp что пошел да пошел rp спинам показывает что у нас бегает пакет у которого в лан 7 видите 8100 тип тип фрейм тип протоколов 8100 номер в лана 7 прям по-писанному вот-вот как мы только что видели в википедии да то есть у нас едет фрейм и про этот фрейм написано что он 802.1 q в лан 7 все четко поскольку этот спидамп он еще умеет расшифровывать а что там внутри лежало он говорит а тут внутри лежит этот самый rp запрос а там внутри лежал icmp запрос но это уже не так страшно вот это какой-то icmp вот то есть на бэкбон интерфейсе мы видим сплошь и рядом пакеты из вланов давайте сейчас соседнего попингуем это был клон 2 а нам нужен клон 3 ну или клон просто это не важно нет клон 3 нам нужен минус c1 10 2 мы помним что 10 1 не визина 10 2 визин вот он прошел а я забыл тебе там запустить ну в общем вы меня поняли сейчас клон 3 клон 3 вот он бумс вот он вот он пинг пинг который прошел от 100 сам это видите в лан 9 вот теперь давайте посмотрим что у нас ходит по забриджованным интерфейсам скажем по бриджу 7 да брси напоминаю что брси это такой верхний интерфейс из которого виден трафик и этаж и этого самого влан сколько-то там так брси это значит нам нужно попингать того кто седьмым вланом пользуется это был девятый вот этот наверное бумс смотрим да вот он и тут уже обратите внимание обычный обычный ethernet frame у которого тип протокола просто 08 2 0 а не 81 2 0 да короче говоря раздетый раздетый до этого состояния честно говоря мы аккурат уложились в отведенное нам время как я понимаю да прям совсем совсем так что если у кого-то есть вопросы задавайте вот домашнее задание будет состоять бойтесь домашнее состояние будет состоять в вот этом ну на самом деле вот вот этом тоже вот я подумаю насколько это страшно мне кажется не очень если это будет не слишком страшно в смысле слишком страшно мне покажет тогда домашний станет будет создание стать будет вот в этом но мне почему-то кажется что это тоже несложно вот совет если у кого-то не очень мощная машина и запускать раз два три четыре шесть виртуала к вам тяжело можете смело уменьшать объем памяти там его давай развесься там его еще более чем достаточно вот 300 мегабайтов памяти свободно из этих 512 которые мне выделены сколько-то съела ядро ядро вот но footprint там 51 мегабайт соответственно до 256 наверное даже можно довести хотя там возможно кривые эффекты имея это ввиду вот значит вопросов видимо нету и так за сегодня мы поговорили про то как можно ручками перебрасывать перебрасывать на уровне интерфейсном данные туда-сюда вот и как работать с флагами в следующий раз мы уже переходим на уровне IP и будем говорить про адресацию и маршрутизацию вот если нет вопросов то всем всего доброго будем надеяться на лучшее и до связи у нас значит 8 числа праздник и лекция по архитектуре видимо переносится на пятницу ну чтобы не не то самое не терять ее вот ну и на этом видимо все хочется самому тут бибку биба восхищается что я вместо вместо вайдшарка работаю анализатором пакетов глазками я просто знал чего искать да когда я говорил что вот смотрите вот же этот самый 802.1 кузов головок я знал что он там будет я искал ванайди 0007 я нашел его ну и дальше все само хорошо значит я уже всем сказал всего доброго да пододелся на лучшее в общем мы завершаем